Добрый день! Компания Deansheng стала весьма популярна в последнее время, поэтому я прикупил головоломки, которых у меня не было от этого производителя. Это три шейпмода кубика рубика, они чем-то похожи, похожи также на уфо куб, про который я уже когда-то рассказывал. Коробочки разные и сегодня я расскажу про самый простой из них. Это такой вот кристалл или как он официально называется шестиугольная дипирамида. Почему самый простой? Так как здесь нет псевдо паритетов. Есть также куб бриллиант, диамонт куб и еще какой-то странный со сложным квадрангулярным каким-то названием, а в нем позже. Сегодня будет шестиугольная дипирамида. Коробочка черная, бывает еще белая, не знаю с чем это связано, какая старая, какая новая, но вероятно это более современная, тут свежий логотип. Старый выглядит вот так. Будем считать, что свежий. Написано Диан Шенх, нарисована сама головоломка, здесь всякая техническая информация. И открываем вот такой вот не очень большой, но это не шайдер и даже непонятно кто. Ну шестиугольная дипирамида. То есть шесть граней у одной пирамидки и с другой стороны тоже шесть граней. Есть у этой головоломки старший брат. Отличаются они чем? Ну тем, что на версии 3х3 6 цветов, а здесь цветов больше, хоть они и похожи. Ну про версию 4х4 как-нибудь расскажу отдельно. Понятно, что это шейп-мод обычного кубикоробика 3х3 и здесь, если присмотреться, шейп-мод несложный. Центры имеют почти те же цвета, что и обычная трешка. Исключение это серый цвет вместо белого. Все желтый, красный, синий, оранжевый, зеленый и вместо белого серый. Центры все стандартные, симметричные, проблем не вызовут. Но ребра и углы форму поменяли. Если мы посмотрим, к примеру, на верхнюю грань, то вот ребра двухцветные. Цвета здесь два, но граней получается четыре у элемента. Также двухцветные ребра. Углы есть такие вот многоцветные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть цветов. Есть одноцветные уголки. Таких тоже два, а три даже. На одной грани три одноцветных уголка и один шестицветный. Но одноцветные не симметричные, поэтому как на уфо-кубике, а тут псевдопаритетов не появится. Поэтому сразу предлагаю перемешать. Да, наклеечки здесь такие старенькие, некоторые отходят. Не очень надежные. Ну, вращается, как старая трешка. Меняет форму при замешивании. Кстати, если перемешать их все три, то в таком разобранном виде они мало отличаются. Ну и попробуем собрать. Я думаю, проблем здесь не будет. Поскольку вместо белого цвета серый, серого и начнем. Вот здесь одно ребро уже стоит на месте. Поставим между нужными центрами. Нужно еще серо-красное ребро. Вот есть ребро, у которого есть красный и серый цвета, но дополнительно еще синий. Поставим. Должно подойти. Следующее серо-зеленое ребро. Сверху нет. Вот здесь есть. Ставим к своему центру. Зеленое, серое и какой-то дополнительный цвет. Вроде подошло. И нужно еще сюда четвертое, оранжево-серое. Оно на месте. Тут все просто. Вот получился правильный крест. Можно двигаться дальше. Здесь можно догадаться, что нужен одноцветный синий уголок. Наверху его нет. Вот здесь. Давайте уж раз с него начали. И тут я напомню, как на шейп-модах можно ставить уголки. Либо крутим пиф-пафы, пока не встанет 1, 3, 5. Либо обратные. А также можно приложить. То есть опустить сначала правую грань. Если подходит, то хорошо. Если нет, возвращаем. И опускаем переднюю грань. Передняя тоже не подошла. Значит, у нас здесь ситуация, когда белый цвет направлен вверх. И нужно три пиф-пафа сделать. Ну или альтернативный алгоритм. Если бы первые движения подошли, то надо было бы продолжить. Типа слетчхеммера что-то такое. Сейчас еще где-нибудь покажу. Так. Ну, к примеру, вот этот уголок. Серый, оранжевый, синий. Тут такие цвета вроде бы есть. Прикладываем. Не подошел. Прикладываем так. Опять не подошел. Делаем альтернативный алгоритм. Вместо трех пиф-пафов. Этот уголок вообще не отсюда. Как выяснилось. Да? А, серый цвет должен быть вот такой большой. Обманчивый уголок. Вот этот. Они похожи. Но серый цвет должен быть побольше. Не тот поставил. Ну, давайте поставим оранжевый сюда. А этот заодно поднимется. Оранжевый. Примеряем. Не подошел. Примеряем так. Не подошел. Значит, опять трепев-пафов. Стало хорошо. Сюда нужен какой-то уголок серый. Вот, полностью серый. Вот. Вот так вот подошел. Это движение было F. Значит, делаем F. R' F' R. Да? То есть, если подошло движение F, то следующее делаем R' и два обратно. Если подошло движение R' R' Следующее делаем F и два обратно. Ну, и вместо пиф-паф можно так делать. Это если на шейп-модах не знать, в каком положении сколько пиф-пафов делать. Я так поступаю. Ну, поднялось вот такое вот чудо. Шестицветное. Ну, здесь по серому цвету можно понять, он направлен вправо. Нужен всего лишь один пиф-паф. Так. И первый слой собран. Собираем второй. Одно ребро на месте. Здесь тоже сложности никаких. Сюда нужно красно-зеленое ребро. Единственное, здесь не получится определять не желтые ребра, так как некоторые ребра с желтым цветом тоже должны стоять на втором слое. Ну, к примеру, вот это вот красно-зеленое. Красно-зеленое. Но еще большой желтый цвет имеет. А если сюда поставить, то вроде хорошо стоит. Выполняем алгоритм. Стандартный для 3х3. Здесь подойдет и любой. и стоит на месте. Два есть. Надо еще сюда два. Оранжево-синее. Сюда встанет хорошо. Делаем алгоритм. Вращается быстро, слегка заедает. Дальше здесь должно быть зелено-оранжевое. Ну, оно здесь стандартное. С кривой наклейкой. Тот же алгоритм. И вот готово уже два слоя. Мы видим, что вот центр и два ребра желтым цветом правильно ориентированы. А два нет. Это получается галка. Делаем ее. Так, получили крест. После, поскольку уголки непонятно в какой ориентации должны находиться, если они не на своих местах, мы сначала расставляем все элементы по местам, а потом уголки будем разворачивать. Перемещать можно ребра любым способом. Центр все равно симметричный. Здесь синее ребро на месте, но только одно. Вот зеленое и красное. На местах можно взять вот так. Слева и сзади их сделать алгоритм семерку из методов для начинающих. Либо из такого положения сделать обычную рыбку. Центр. Неважно, как развернется. Это шипмод простой. Ну и ориентацию влов нам пока все равно неизвестно. до ворот и видим, что все ребра по местам. Ну, теперь нужно по местам расставить и уголки. Для этого обычный апер мы используем. Ну, желтый, если пойдет сюда, будет хорошо. Для начала сделаем так. Один угол на месте. До этого все были на неправильных местах. И остается вот эти три переставить. правильный слева сверху. Желтая грань перед нами. Так. Вроде бы да. Ну и остается развернуть на местах два уголка. Обращаем желтую грань налево. Делаем два пиф-пафа. Смотрим. Стало хорошо. Подворачиваем следующий угол. Делаем еще четыре пиф-пафа. Как я сказал, псевдо-паритетов здесь нет. Сборка не сложная. Просто нужно немножко привыкнуть к форме элементов. Ну и вращение такое приемлемое. Для начинающих вполне эта шестигольная гиппирамида подойдет. Собирается легко. Ну и в коллекции будет смотреться неплохо. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.